Одно из самых душевных мест в квартире – душевая кабина. Как ее выбрать, чтобы принимать душ с комфортом, расскажу вам я, Саша, и это интернет-магазин Е96. Душевые кабины по типу делятся на открытые и закрытые. Закрытые кабины полностью огораживают место для принятия душа. У них есть обязательно и стенки, и потолок, и поддон. Такие кабины герметичны и благодаря этому позволяют реализовать дополнительные функции – сауна, тропический душ, ароматерапия и другие. Минусы закрытых моделей – высокая цена и зачастую большие габариты. У открытых кабин нет потолка, и, как правило, они пристраиваются к стенам в ванной комнате. Такие душевые уголки занимают меньше места и дешевле закрытых, однако у них гораздо меньше функций. Чаще всего форма поддона квадратная и прямоугольная, но также есть полукруглые и угловые варианты. Некоторые производители предлагают нестандартные, несимметричные решения. Они бывают в левосторонней и правосторонней модификации. Выбирайте форму кабины в соответствии с планировкой вашей ванной комнаты. Квадратные и скругленные угловые решения наиболее компактные. А если у вас просторная ванная комната, присмотритесь к прямоугольным или полукруглым душевым. Поддон кабины бывает высоким и низким. Высокими считаются поддоны со стенками от 10 до 30 сантиметров, но встречаются и выше. Они частично могут заменить ванну. Можно проводить водные процедуры для ног, купать маленького ребенка и замачивать белье. А при небольшом засоре труб вода не вытечет из кабины. Но есть и неудобства. Чтобы попасть в кабину, нужно высоко поднимать ноги или же пристроить ступеньку. Существуют и комбинированные кабины. В качестве поддона выступает полноценная гидромассажная ванна. Низкие и плоские поддоны изначально были спроектированы для людей с инвалидностью. Но эта идея быстро стала популярной. Такой поддон можно вмонтировать в пол или установить на небольшом пьедестале. В зависимости от материала и ваших предпочтений. Плоский поддон нежелательно устанавливать при наличии даже небольших засоров канализации или медленном сливе. Зато вам не придется перешагивать через высокие стенки. Вдобавок кабина с плоским поддоном более изящна в плане дизайна. Поддон может быть изготовлен из акрила, стали, керамики, эмалированного чугуна, натурального или искусственного камня. Чаще всего встречаются акриловые поддоны. Они практичны, доступны и просты в уходе. Их легко повредить, но несложно восстановить. Стальные поддоны очень прочные и быстро прогреваются. Но шумят под воздействием падающих капель воды. При выборе поддона обратите внимание на толщину стали. Чем она больше, тем ниже шум. Керамические поддоны выполнены из санфаянса или санфарфора. Они долговечные и простые в уходе, но легко подвергаются механическим повреждениям, сколам и царапинам. А еще они прогреваются не так быстро, как акрил или сталь. Перед принятием душа придется заранее включать горячую воду. Чугунные поддоны самые надежные и прочные, но у них есть минусы. Большой вес и высокая цена. Поддоны из натурального камня редкость и изготавливаются они, как правило, только под заказ. Прочные и красивые, но и цена соответствующая. Искусственный камень гораздо популярнее. Стоит немного дешевле, а по прочности не уступает натуральному. К тому же любые погрешности поверхности можно зашлифовать. Ширина поддона может варьироваться от скромных 63 до царских 197 сантиметров. Длина от 70 до 214 сантиметров. Останавливайте свой выбор на кабинах с шириной и длиной не менее 80 сантиметров. Иначе вы можете чувствовать себя скованно во время принятия душа. Высота кабины тоже бывает разная. От 174 до 265 сантиметров. Здесь решающими факторами являются ваш рост и высота потолков в вашей ванной комнате. Дверцы душевой кабины могут быть раздвижными и распашными. Раздвижные дверцы установлены на большинстве душевых кабин. Они перемещаются на роликах вдоль стенок, и это существенно сэкономит место в вашей ванной. Распашные дверцы встречаются реже, как правило, у больших кабин, и подойдут для просторных ванных комнат. Количество створок может варьироваться от одной до трех. Стенки и дверцы кабины могут быть выполнены из пластика или стекла. Стеклянные стенки прочные и долговечные, их сложно поцарапать. Единственный минус – высокая цена. Пластик не такой стойкий к повреждениям, зато это более бюджетный вариант. К тому же он может быть практически любого цвета и фактуры. И пластиковые, и стеклянные стенки могут быть как матовыми, так и полностью прозрачными. Ухаживать за обоими материалами не составит труда, но пластик с течением времени может помутнеть. Обратите внимание и на толщину стенок. Она варьируется от 3 до 10 мм. Чем толще стенка или дверца, тем дольше сохраняется тепло внутри кабины. В простых душевых уголках устанавливаются обычные смесители с рычажками и лейкой без изысков. А вот более сложные душевые кабины с электронным управлением оснащены специальными консолями с дисплеем и кнопками. С помощью такого регулятора на задней стенке кабины можно включить и выключить подачу воды и выставить ее точную температуру. А также управлять всеми дополнительными функциями и мультимедиа. Завести таймер, включить радио, CD-плеер или громкую связь по телефону. Все изменения будут отражены на дисплее. Некоторые производители предлагают душевые кабины с дистанционным управлением. Это очень удобно в случае комбинированных моделей. Не нужно подниматься из ванны, чтобы изменить режим, температуру воды или включить вентиляцию. Если главное для вас это комфорт, выбирайте модель с дистанционным управлением на сайте e96.ru. Простые открытые душевые уголки не имеют дополнительных режимов, только обычный вертикальный душ из лейки. В более сложных закрытых моделях есть различные режимы гидромассажа – вертикальный, горизонтальный и гидромассаж отдельных зон. В режиме вертикального гидромассажа струи воды и воздуха поступают из специальных встроенных в стенки кабины форсунок. Так в положении стоя массируются области спины и живота. Горизонтальный гидромассаж есть только в комбинированных кабинах. Струи подаются из форсунок, расположенных по всей длине стенок и на дне ванны. Также есть специальные режимы гидромассажа спины, ног или зоны шеи. Гидромассаж многофункционален. Он может разбудить ваше тело утром или расслабить мышцы вечером после работы. Важно, что для большинства кабин с функцией гидромассажа необходимо давление воды не менее 2-3 атмосфер. Если в вашем доме слабый напор воды, выбирайте кабины, в которых массаж работает при давлении от 1-1,5 бар. Помимо обычного душа и гидромассажа в душевых кабинах, можно принять контрастный или тропический душ с аромомаслами. Многие модели сегодня позволяют воссоздать атмосферу турецкой бани или финской сауны. А некоторые душевые имеют функцию озонирования. Можно подышать свежим воздухом, словно после летней грозы. Кроме того, озон устраняет неприятные запахи и обладает обеззараживающим действием. В комплекте к простым душевым кабинам может прилагаться только лейка и смеситель. К более сложным кабинам производители предлагают также полочки, зеркало и дозатор шампуней. А полностью укомплектованные многофункциональные кабины со специальным подголовником и сидением. Если вам нужно оборудовать место для принятия обычного душа, присмотритесь к недорогим душевым уголкам или открытым кабинам с плоским или закругленным акриловым поддоном, пластиковыми стенками и раздвижными дверцами. Экономно, компактно и практично. Если ваша ванная комната очень скромных размеров, приобретайте душевые уголки или кабины с квадратным или закругленным угловым поддоном шириной от 80 до 100 см и раздвижными дверцами. А если вы счастливый обладатель роскошных апартаментов, для вас большие прямоугольные или нестандартные кабины шириной от 120 см с раздвижными или распашными дверцами. Любите принимать контрастный душ по утрам? Выбирайте закрытую душевую кабину с поддоном из стали или эмалированного чугуна, стеклянными стенками, раздвижными дверцами, электронным управлением и дополнительными режимами, в том числе с контрастным и тропическим душем. В вашей семье есть маленькие дети, но нет ванны? Смело выбирайте душевую кабину с высоким акриловым поддоном, стеклянными стенками, электронным управлением и панелью для суперточного регулирования температуры. Если в вашем доме слабый напор воды, выбирайте душевую кабину с минимальным требованием к давлению, не более полутора бар, тогда вам будут доступны все ее функции. Ваша ванная комната шедевр любимого дизайнера? Тогда рекомендуем украсить ее душевым уголком с прозрачными стеклянными шторками и плоским поддоном из натурального камня, изготовленным на заказ. Такая деталь интерьера в ванной придаст ей особый шарм, а вам будет дарить радость каждый день. Если вы любитель всех водных процедур без исключения, обратите внимание на комбинированные душевые кабины с полноценной ванной вместо поддона, вертикальным и горизонтальным гидромассажем, программами турецкая баня и финская сауна, толстыми стеклянными стенками, распашными дверцами, а также дистанционным управлением. Комфорт в такой кабине обеспечен. Выбирайте свою душевую кабину на сайте Е96 и получайте удовольствие от жизни. В более сложных закрытых моделях есть различные режимы гидромассажа. Вертикальный, горизонтальный и гидромассаж отдельных зон. Я не удержался.